Мы находимся в музее истории Карачанского края, в зале под названием «Имя Карачанское». Перед нами комплекс, посвященный выдающимся российскому ученому Ивану Алексеевичу Двигубскому. Иван Алексеевич Двигубский родился 7 марта 1771 года в семье священника Алексея Павловича Двигубского. Когда сын Иван подрос, отец его отправил на учебу в Харьковскую колею. Харьковскую колею – это среднее учебное заведение, которое пользовалось очень большим авторитетом. В колею преподавались богословия, иностранные языки, сельское хозяйство, медицина. В стену училища вышло множество деятелей, добившихся успехов не только на духовном, но и на светском облище. Среди них и оказался и Иван Двигубский. Он получил духовное образование и по окончании курса даже преподавал в коррегиуме и ритуре. Со временем юноша увлекся естественными науками и в 1793 году поступил в Московский университет. В 1802 году Иван Двигубский защитил диссертацию и получил доктора медицины. На молодого ученого обратило внимание руководство университета и послало его в Западную Европу на дальнейшее обучение. Иван Алексеевич здесь прослушал лекции бедных ученых того времени, занимался собирательством, коллекцией, изучал естественные науки. Здесь же, за рубежом, он узнал, что Совет Университета призвал ему звание профессора. Но не должности и звания интересовали нашего земляка, его интересовала наука. Он отправлялся в экспедиции, привозил оттуда гербарии, насекомых и все эти коллекции последние. Подарил университет. Продаватель из Двигубского получился отменный. Студенты с удовольствием посещали его лекции, которые оказались на редкость содержательными и сопровождались демонстрацией, интересных приборов и учебными экскурсиями. После возвращения в Москву молодому ученому, первому из российских ученых поручили читать в университете курс химической технологии. С 1806 по 1813 год Иван Двигубский руководил кафедрой технологической химии. Это было тяжелое время, так как в 1812 году в Россию вторгались войска Амполеона. В войне погибла университетская библиотека, научный музей, сгорели собственные книги Ивана Алексеевича и собранные им коллекции. Но ученый не опустил руки. Для университетской библиотеки к 1815 году удалось собрать 7,5 тысяч книг. К занятиям, несмотря на тяжелое время, уже приступили и студенты, и преподаватели 1 сентября 1813 года. К тому времени Иван Алексеевич становится руководителем кафедры физики, а затем и ботаники. Ученым советом он избирается ректором Московского университета на 7 лет. Иван Алексеевич отработал в Московском университете 37 лет жизни. Помимо этого он членом и корреспондентом 10 научных обществ в Петербурге, Москве, Гетингере, Париже. Двигукский переводил научные труды, поистисло знанию сладинского, немецкого, французского языков, а также выпускал научный журнал «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических». В 1833 году Иван Двигукский покидает стены Московского университета по состоянию здоровья. Через 6 лет его не стало совсем, оставив при этом ученый около 40 научных трудов. В том числе самый первый учебник физики, в который прошел три переиздания. 29 июля 2017 года на территории Каширского крееческого музея был торжественно открыт памятник выдающемуся естествоинспитателю. Память об Иване Алексеевича Двигукском хранят и стены старого здания Московского университета, что на Маховой улице. Горея «Река» представлен и его портрет, числе тех деятелей науки, чьими трудами преумножилась слава учебного заведения. Субтитры создавал DimaTorzok